Приветствую вас, и я бы для начала не стал бы делать слишком сильных различий между симпатией и любовью, почему? Потому что человек, особенно мужчина, редко осознает сразу, что он именно любит. И то, что он называет симпатией, может вполне быть любовью, и наоборот. Это нужно очень хорошо понимать. Далее, отвечая на ваш вопрос, как понять, правда ли, значит, ты нравишься парню или он обманывает, нужно сказать так, что обман – это всегда означает приоритет интересов, личных интересов человека над вашим. То есть, поведение мужчины может быть любым, оно может быть каким угодно по его словам, но поступки всегда направлены на то, чтобы человек защищал свои собственные интересы. И вот именно в этом и кроется ответ на ваш вопрос. Если вы видите, что от того, что делает мужчина, становится лучше только ему, что то, что он совершает направлено лично на улучшение его жизни, на достижение его целей, на получение с его стороны желаемого, то именно это и есть обман. Но обман не всегда осознанный, не всегда умышленный. Это может быть и неосознанное поведение человека. Это может быть поведение человека заранее запрограммировано, если можно так выразиться, то есть, когда человек просто привык вести себя так в рамках своих интересов только лишь и не более того. И в этом случае вам, если есть сомнения относительно умысла поведения человека, то вам надо с ним об этом поговорить и сказать ему, вот ты знаешь, вот почему-то так получается, что все, что мы делаем, все, что делаешь ты со мной, все это отвечает лишь только твоим интересам. Моим нет, моим да. И мне это не нравится. Вот сказав подобную фразу, вы по своей сути обрисуете понимание ситуации, и если человек действительно делает это не по умсу, а по ошибке, то он, безусловно, исправится. Он, безусловно, свое поведение начнет менять. Если нет, и если он это делает по умсу, то вам поступят обещания, в лучшем случае. В худшем случае это будут обвинения в ваш адрес, что вы не цените, что вы не любите и так далее. И все останется, как и прежде было. Если человек любит, то в первую очередь отсутствуют к вам какие-либо условия. Этих условий просто нет. Человек воспринимает вас целостно, полно, безусловно, искренне, очень чувственно и лично. Когда человек любит, он стремится всеми силами сделать вас счастливым. Счастливый. Он стремится всеми силами сделать вашу жизнь лучше, вполне, чтобы она в вашей жизни отвечала вашим желаниям, потребностям и так далее. Человек прикладывает все силы для того, чтобы ваше существование было лучше. И если он этого не делает, то создастся на любовь, простите под большим вопросом. Естественно, мы говорим про любовь искреннюю, про любовь чувственную, про любовь чистую. Может быть даже в некотором плане идеальную. Но именно так определяется любовь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим, буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго. Пока. Пока. Пока.